Донецк Сегодня Донецк встречает гостей с современными улицами и проспектами, благоустроенными жилыми массивами, прекрасными парками и скверами. Одним из украшений города по праву считается Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова. Место, любимое не одним поколением дончан. История нынешнего Центрального парка культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Щербакова началась в далеком 1931 году, когда было принято решение о создании городского парка на участке открытой степи за речкой Бахмутка. Становление парка Щербакова как основного места отдыха и развлечений для жителей города и его гостей приходится на 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Разнообразие развлекательной сферы привлекает посетителей со всей области. 80 лет существования парка – это годы динамичного развития и совершенствования. В 2005 году разработан план реконструкции парка Щербакова, главная идея которой – создание трех отдельных зон, а также преобразование развлекательной зоны парка, что, безусловно, делает парк отличным от своих аналогов в Украине. Парк встречает своих гостей тихими и уютными аллеями, с изящными беседками, кованными лавочками, современными детскими площадками, великолепным розарием, в котором насчитывается около 30 тысяч розовых кустов 20 видов. В рамках празднования Дня города именно здесь проводится городская выставка цветов. Особое внимание посетителей привлекают фонтаны. Украшением парка стал центральный фонтан, состоящий из шести мраморных чаш. Была выполнена подсветка, которая переливается всеми цветами радуги. В 2011 году начал работать 40-метровый фонтан, напоминающий Женевский. Другой вход в парк через пешеходный мост украшен двумя пилонами в виде беседок, которые в комплексе представляют оригинальное сооружение. Считается, что замочек, оставленный на мосту в день свадьбы, сохранит любовь молодой семье на всю жизнь. Ко дню города в 2008 году возведена статуя «Добрый ангел мира», олицетворяющая знаменитых меценатов прошлых лет и настоящего времени. На территории парка Щербакова расположен недавно открывшийся в Донецке дельфинарий «Немо». Донецкий культурно-оздоровительный комплекс объединил в себе дельфинарий, центр дельфинотерапии и океанариум. Сотни ярких рифовых рыбок, экзотических насекомых и диковинных рептилий и амфибий со всех уголков планеты. Особым видом развлечений является дайвинг, который представляет собой погружение на глубину в бассейне с дельфинами с полным комплектом снаряжения и опытным инструктором. Эта зона парка предназначена для спокойного семейного поддыха и прогулок с детьми. В центральной части парка построен стационарный сценический комплекс для проведения городских массовых праздников. Площадь перед сценой вмещает более 20 тысяч человек. Стали традиционными новогодние и рождественские праздники, гуляния в первомайские праздники, дни Европы и молодежи, в конце августа – День города. Запоминающимся событием можно назвать и футбольный праздник в фан-зоне парка во время проведения игр Чемпионата мира по футболу 2010 года. Горожанам и гостям города полюбились современные аттракционы, обновленная лодочная станция, детские зоны с игровыми площадками и многое другое. Ни один посетитель не обходит своим вниманием каскады фонтанов, акведук и искусственный грот, построенный вокруг естественного источника. На недавно открытой аллее любви каждый желающий может увековечить любое знаковое событие в своей жизни. Рождение ребенка, дату свадьбы, отметить которое можно в уютных залах ресторана «Фэмили Клаб». Совершенно отличается от других третья зона парка, предназначенная для посетителей, предпочитающих активный отдых. Весной 2012 года в парке имени Щербакова откроется аквапарк «Акватория», который, по прогнозам экспертов, станет одним из лучших в Европе. Аквапарк войдет в список 58 объектов, которые город и область представят вниманию туристов во время проведения матчей «Евро-2012». Аквапарк «Акватория» в Донецке вместит в себя открытую аквазону с бассейнами и аттракционами, крытую зону развлечений, которую накроет подсвечивающийся купол. Под раздвижным куполом высотой 24 метра разместятся не только экстремальные водные аттракционы, но и несколько разновидностей оздоровительных бань, кафе и рестораны. Так что посетители даже в самый сильный мороз смогут ощутить все прелести морского курорта, не выезжая за пределы зимнего города. Впрочем, главная задача амбициозного проекта создание уникального места для активного и семейного отдыха. Предусмотрено строительство велодорожек и ролледрома, дорожек для скейтбордистов. В рамках проведения в Украине игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года принято решение о создании на территории парка официальной фан-зоны для гостей и болельщиков. В дни проведения матчей здесь пройдут концертно-развлекательные программы, выставки декоративного творчества, концерты звезд украинской и зарубежной эстрады. Даже не посетив стадион, каждый будет иметь возможность ощутить атмосферу футбольного праздника. После проведенных работ парк Щербакова принял вид современного парка, выполненного в европейском стиле. В 2010 году Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова признан лучшим парком Украины. Дорогие друзья, вы сейчас посмотрели фильм об одном из прекраснейших мест отдыха города Донецка, парке имени Щербакова. Я искренне верю в то, что вам захочется еще раз пройтись по улицам и бульварам города Донецка, посмотреть его достопримечательности и вновь возвратиться в наш город, город миллиона роз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин